Всем привет! Сегодня я вам хочу показать вот такие приборчики, которые я делал сам. Но схема не моя, схему я нашел в интернете. Я ссылочку на первоисточник оставлю в описании под видео. Это у нас пятиканальный таймер для управления аквариумом. Но в принципе им можно управлять не только аквариумом, а в общем-то любыми вашими устройствами. Вот эти вот два таймера я собрал уже много лет назад. И вот сейчас я делаю еще один, уже в другом корпусе, просто таких корпусов у меня больше нету. Но я хочу остановиться на некоторых моментах, которые возможно вам будут полезны. В принципе выглядят они почти одинаково. Почти, но не совсем. Я тут использовал реле, но реле у меня разные. Плату я изготавливал при помощи фотошаблона. И пленочного фоторезиста. Основа от Mega 8 микроконтроллер. Для чего нужны вот эти конденсаторы? Ну, про это у меня есть отдельное видео, поэтому ссылочка на него будет в описании. Обязательно посмотрите. Я сейчас не буду про это подробно говорить. Дальше из особенностей. Ну, здесь у меня это стоит термодатчик TS18B20 фирмы Dallas. Он у меня установлен прямо в корпусе, потому что температура в помещении абсолютно такая же точная, как и температура воды в аквариуме. Никакой разницы, поэтому я здесь не стал выводить внешний датчик. Водозащищенный, вот он у меня есть. Он у меня был когда-то здесь подключен. Вот для него есть выход. Но я его убрал, поставил сюда в корпус. Меньше проводов надо засовывать в аквариум. Ну, как бы проще с этим. Это у нас специальный фильтрующий конденсатор X2 типа. Для чего он нужен? Дело в том, что сюда у нас включена помпа. И без этого конденсатора, в момент размыкания релюшки, время от времени может проходить между контактами искра. Микроконтроллер, ну, как правило, даже не микроконтроллер виснет, а виснет DS. Микросхема часов реального времени, которая здесь установлена. DS1307. И вот, чтобы этого не было, по входу всегда ставится конденсатор X2 типа на 0,1 микрофарад. Но у меня об этом есть отдельное видео. Обязательно его посмотрите, если вы не видели. Я там очень подробно рассказываю, для чего нужны эти конденсаторы. Так, ну, в принципе, из особенностей еще, что я здесь сделал, из того, что нету. Просто там у автора схемка. Достаточно вот такая примитивная. Вот, в принципе, и все. Просто мы видим микропроцессор от Mega 8, дисплей, датчик температуры и все. Ну, вот выходы на каналы. Как реализовано, здесь не показано. Поэтому я вам показываю, как это все элементарно делается. Ну, релюшками у меня управляют транзисторы 2N2222. Дальше еще реализована подсветка двух степеней яркости. То есть дневной режим, когда она светит достаточно ярко. Ну, вот как вот сейчас видите, достаточно ярко она светит. И ночной режим, когда она либо не светит совсем, либо светит очень и очень тускло. В этом приборе она у меня отключена. То есть в ночном режиме она просто не светится. Вот в этом приборе она еле-еле светится. Чуть позже я вам покажу на другом уже приборе, как это все сделано. да кстати давайте сразу откроем еще третий приборчик он отличается от этих двух вот у нас третий приборчик я его еще не собрал но специально снимаю это видео еще до того как я его собрал потому что здесь отличается немножко от тех двух розетки вот эти мне очень нравятся советские они очень классные и в принципе видите я их везде использую но здесь тоже вот я поставил такую потому что мне нужно было включать сюда китайскую вилку только из этих соображений ну а вот здесь я поставил вот эти китайские только потому что у меня советские уже закончились это было две моих последних таких тут мы видим тот же конденсатор x2 типа 01 микрофарад который у нас будет защищать от этих всплесков почему потому что здесь у меня один канал выполнен на реле хоть таймер я и написал что это пятиканальный таймер но здесь у меня пока реализовано только четыре канала для пятого канала здесь нету места в принципе можно поставить конечно и сбоку розетку но мне для аквариума где он будет стоять достаточно нужно всего два канала поэтому четыре канала для меня избыточные и пятый канал ставить я пока смысла не вижу когда мне понадобится пятый канал я тогда спокойно его смогу добавить ну а так у меня три канала выполнена на семистерах мог 3063 это у нас это у нас драйвер управления семистером с детектором 0 то есть он будет включать и отключать семистер только при переходе через ноль это самый лучший режим но таких драйверов у меня было всего три штуки вот я поэтому три канала сделал на семистерах четвертого у меня не было поэтому я поставил реле вообще если честно мне реле нравится больше реле у нас включено через сопротивление и через конденсатор конденсатор обеспечивает ток включения а резистор у нас обеспечивает ток удержания здесь я уже не стал делать на отдельной микросхеме часов ds1307 а запаял уже готовую платку для arduino вот она немножко ее переделал но это не WEMOS делает это какая-то сторонняя фирма но для WEMOS эта платка у нас была рассчитана на двойное питание 3.3 вольта и 5 вольт без 3.3 вольт но не работало тут стояли дополнительные транзисторы для коммутации были еще лишние сопротивления в принципе все что лишнее я отсюда выкинул убрал резисторы тут стояли другого номинала по 10 кило вольт я их выкинул поставил на 4 и 7 потому что с ними работает лучше в принципе платка неплохая работает сбоев никаких нету я доволен хоть оно не собрано но уже проверено от тестировано то есть это плата рабочая уже проверенный этот он у меня выход для термодатчика схема включения мог 3063 стандартная из даташита дело в том что допустим если вы будете смотреть у автора этого таймера комментарии там вы в комментариях можете найти вот такую схемку я ее скачал тоже посмотрел это какой-то то есть тоже какой-то пользователь понравился таймер он сделал для себя но вот он применил тот же мог 3063 но он сделал несколько ошибок не знаю почему во первых ну по даташиту вот эти резисторы все-таки лучше ставить на 330 ом они на 300 ом какого-то он здесь поставил не знаю почему он зал 300 на 330 работает все-таки получше далее очень важный момент вот здесь он поставил резистор на 560 ом это неверно если мы откроем даташит на мог 3063 мы увидим что вот это сопротивление нужно подбирать по току 362 361 ток на них идет разный у меня лично у меня получилось сопротивление сюда надо ставить 750 ом больший ток нужен для 3062 и 3061 то есть обращайте на это внимание дальше здесь но в принципе это схемка из даташита он поставил конденсатор и сопротивление для защиты семистора но я не ставлю вот этот конденсатор я ставлю варисторы ну как я уже сказал почему я ставлю варисторы ну потому что есть две причины первая причина у меня этих варисторов очень много поэтому их ставлю везде где можно и где нельзя ну и вторая причина настоящая это то что если мы возьмем плату управления стиральных машин газовых котлов еще какой-то электроники там где у нас коммутируются те же помпы вентиляторы и все стоит на семисторах они защищают именно варисторами они не ставят конденсаторы ну варистор занимает меньше места стоит он дешевле чем конденсатор хороший ну и проще на мой взгляд защита на варисторах очень и очень надежно я использую вот такой варистор 431 на 430 вольт ну и здесь у нас естественно варистор стоит по питанию хотя для меня это не актуально у меня стоит реле напряжения которое полностью защищает от всех скачков бросков и тому подобное но опять таки смотрим первую причину что у меня их много вторая причина лишнего тут все равно не будет но естественно раз у меня стоит варистор значит должен быть предохранитель и вот у меня стоит тут предохранитель так ну в принципе а семисторы семисторы я использую bta 16 они без радиатора но семистор на 16 ампер нагрузка здесь подключается как правило 2 3 ватта если освещение брать но 9 ватт все даже на 100 литровом аквариуме у меня стоят лампы но они по 9 ватт то есть хватает ну с головой а семистор у нас bta 16 это на 16 ампер 600 вольт поэтому работает он абсолютно не напрягаясь но и радиатор ему таких условиях совершенно не нужен по поводу подсветки да подсветка мордочку я рисовал забыл в какой программе напишу просто распечатал потом на лазернике прогнал через ламинатор модельным ножом обрезал и приклеил на обычный клей момент получилось по моему достаточно неплохо как вы считаете вот в принципе и все такие вот интересные таймерочки для аквариумов очень советую делаются легко работают надежно проверено у меня проверено этот годами кстати одно из первых видео у меня на канале да если не самое первое как раз демонстрация того как у меня включается дневная подсветка да вот на этом таймере прекрасно вот этот таймер у меня в кадре как раз по моему самое первое видео на моем канале я тогда еще ничего не рассказывал ничего не объяснял это было снято как демонстрация для одного из форумов то есть я писал текст и показывал как оно включается и выключается на видео а вот здесь еще интересно тоже я не рассказал вот эта кнопочка что она делает иногда бывает нужно вот сейчас 5 канал у меня выключено видите включен 1 2 3 4 но иногда нужно чтобы 5 канал у меня включился то у меня лампа подсветки стоит основная на аквариум и вечером бывает аквариум уже основную подсветку выключил мне нужен свет и тогда вот этим переключателем я могу слышите щелчок я могу принудительно включить этот канал всем пока до новых встреч пишите ваши комментарии пока и подписываемся на канал пока